Бал четырех побед. Так называется ежегодный конкурс среди бальных ансамблей кадетских классов. Кто танцует лучше всех, выясняли сегодня во Дворце детского и юношеского творчества в Чебоксарах. За парами наблюдала Ольга Пырочкина. Они еще только собрались в зале на парад, а негласный конкурс уже начался. В этом году на балу четырех побед 31 ансамбль, а значит 31 вариант причесок и фасонов платьев. Девушки из Новочебоксарского кадетского лицея в этом году танцуют в Бирюзовом. Когда в платье, девушки становятся более красивые. Сбор в школе был 6.30 у девочек. Прическу выбрали заранее, тоже фотографии. Платье, прически и собственно танцы, за что девушки любят этот конкурс, понятно. Впрочем, у молодых людей тоже есть на это причины. Мы сегодня танцуем вальс. Молодому мужчине надо уметь управлять своей женщиной, вести ее в танце. Илья и его очаровательная партнерша Анна вместе со своими одноклассниками готовились долго. Нужно было отработать основную и свободную композиции, а еще предстоял конкурс пар. Репетировали каждый день после уроков. И вот момент истины. Этот кадетский бал носит имя четырех побед. Речь про битву на Куликовом поле, освобождение Москвы от польских интервентов, победе над войсками Наполеона и Великой Отечественной войне. Конкурсы по традиции открывают те, кто сейчас защищает страну и стоит на страже порядка. Так во время вальса не смог устоять на месте старший помощник руководителя Следственного комитета. Это была абсолютная импровизация. Я думаю, это как на велосипеде, если один раз уже, наверное, научишься. Там прекрасно помнишь счет, как вести партнершу. И, в принципе, ну, наверное, чуть-чуть, конечно, если была бы чуть-чуть тренировочка, было бы, может быть, получше. Результаты сегодняшнего конкурса учтут в республиканском конкурсе «Смотрик одетских классов». Тогда участникам придется чеканить шаг. Ну, а сегодня только вальс. Ольга Пырочкина, Расиль Мухаммедов. Республика.